Давайте посмотрим КП. Оно реально нестандартное, это не презентация, это, как ни странно, это Notion, который мы используем. Оно достаточно длинное. Здесь есть и про команду, и про процесс, и это текст, а не что-то еще. И вот это у нас на самом деле конвертит. Я дальше еще обязательно объясню, почему это происходит. Сейчас просто такой овервью у нас происходит того, из чего оно может выглядеть и как оно выглядит. Но просто так мы это не засылаем. Мы обязательно шлем ребятам Loom, в котором делаем экскурсию по этой КПшке. Оно занимает 10-15 минут, и мы такие, привет Андрей, привет Кристина, мы сделали тебе КП, хоть сейчас расскажем, как именно в твоем конкретном случае мы будем действовать, и какие именно люди будут работать конкретно над твоим проектом. Вот, теперь пройдемся по ней, по блокам, и почему они вообще используются, почему она универсальная. Первым делом мы обязательно описываем задачу и боли, которые есть у клиента, просто чтобы клиент убедился, что мы понимаем задачу, и это тоже ключевой момент. То есть вся эта презентация построена точно по такому же принципу. Я, например, сначала рассказал боли клиентов, и вообще рассказал, какие у нас задачи этой презентации, и вы типа попали в контекст. После того, как все это обрисовали, мы говорим, что у нас есть команда, которая это может сделать, и мы просим ребят позаписывать видосики, на которых я себя ставлю первым, просто потому что этого ожидают. Вот, так бы уже давно не ставил. Я говорю, что я как ответственное лицо. Олег говорит про визуалку, рассказывает, что он там в клей работал, в куберто, и поэтому визуал американский там какой-нибудь мы умеем делать. Крис потом начинает рассказывать про исследования. Серега, то есть релевантный дизайнер под этот проект, начинает говорить там с огнем в глазах. И в этот момент все начинают понимать, что да, все прозрачно, я доверяю этим ребятам, потому что я уже их увидел в глаза. Да, обычно же, то есть отстраиваясь от конкурентов, все прячут исполнителей, это типа вообще не прикольно. После того, как мы всех показали, мы говорим, ну круто, команда есть, теперь надо рассказать, как мы будем работать. И рассказываем, как мы будем работать. Из-за того, что мы снимаем демо, мы это переиспользуем, потому что там часть вещей мы уже рассказывали. Вот этим моментом мы добиваемся супер прозрачности. Чуть позже я еще буду говорить про типы клиентов. И новичкам особенно важно понять, как будет устроен процесс. Что первым этапом идет, что вторым, что третьим, потому что они сталкиваются с этим в первый раз. Опытный чувак, он просто посмотрит и поймет, что мы не дебилы какие-то и что-то умеем делать. И в этих же моментах мы говорим, что круто, мы про скорость, мы не будем там на две недели уходить, будем смотреть быстрые прототипы. И вот это вот все. Отчеты обязательно, ну то есть просто вот тут полностью прям конкретно рассказываем, как в твоем случае будем работать. Если это криптопроект и нужны исследования, мы такие, круто, вот именно так мы будем делать исследования. Именно глубинку, именно количественник, именно что-то еще. Специально таким образом подходим. Потом мы показываем наши релевантные кейсы. Тут тоже мы подходим под контекст, который важно понимать. Где-то больше промо, где-то кому-то важнее крупные кейсы. И поэтому мы берем, например, говорим, вот пятерочка, вот смотри, мы ее типа делали. Это у нас получается просто потому, что мы за все время, которое сталкиваемся, переделали кучу кейсов. Еще пока тут крутится, я расскажу про такую деталь, что мы сюда помимо работ еще вставляем, ну вот как раз всякие рудмапы какие-нибудь, чтобы показать, что мы типа такие проактивные. Если у вас бардак в процессах, мы придем и их наладим. И примерно вот тут. Это просто был дизайнер, он психанулся, ставил рудмап, потому что ничего не понимал вообще, что происходит. Либо же, если там какие-то сложные интерфейсы, мы говорим, что мы все равно их сделаем крутыми, простыми, даже если это какая-нибудь админка для лукойла или для чего-нибудь еще, она все равно будет выглядеть нормально. То есть вот не просто показываем, а говорим, почему мы это показываем, и убеждаем, что мы точно справимся с вашей работой. Потом у нас идут бонусы, говорим, анимации можем, вот, пожалуйста, эти анимации, дизайн-системы можем, вот, пожалуйста, дизайн-системы. Можем с текстом работать, вот, пожалуйста, прям редакторский гайд от пятерки, вот автор рассказывает про него. Ну, дальше уже просто начинаем мочить, мочить, мочить. Потом про исследования тоже самое. Еще приводим какие-нибудь необычные кейсы, вроде Чижика, когда мы пытались понять, зачем сделать приложение. Ну и все. И в конце уже какие-то нестандартные истории, где мы показываем еще, что у других мало, добиваем. Это специально сделано перед этапом оплаты. В этот момент мы делаем очень простые просчеты, рисуем какие-нибудь прикольные графики и говорим, что это быстро и дешево, покупай. Ну вот, собственно, и все. В конце отзывы от прикольных ребят. Тут луч, студия в прошлом, просто наш клиент. Пятерка и так далее, всякие там брендовые моменты. Для топ-менеджмента один слайд у нас, и в конце опять же милый котик. И вот эта вот история, которая есть, она очень хорошо конвертит. И особенно если вы заинтересованы сделать проект, она законвертит еще лучше, потому что тут вообще обычно ни у кого не остается никаких вопросов, типа, а как это будет происходить, а что к чему. То есть клиент просто становится прозрачным. КОНЕЦ КОНЕЦ